Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет ответы на ваши вопросы. Что в человеке является образом Божьим, а что подобием? Этот вопрос задают неизменно в каждом духовном учебном заведении, изучая христианскую антропологию. На основании Божественного Откровения о человеке, конечно же, оказывается в состоянии ответить на этот вопрос, хотя, сохраняя всегда нечто главное единым в каких-то внешних пояснениях, уточнениях, разные святые отцы и разные учебники могут подбирать какие-то иные слова, характеризуя, что есть в человеке образ и подобие. Ну, прежде всего, само решение Божье о сотворении человека сопровождается указаниями на эти самые качества венца творения человека. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Так что эти определения взяты не из человеческих рассуждений, из Божественного Откровения, а потому не вызывают сомнения само наличие этих свойств в человеке, как его существенных свойств, как его атрибутов. Ибо известно нам, что у всякой вещи есть акциденции, то есть случайные свойства, без которых оно не перестает быть самим собой, но они могут быть переменчивы. Есть атрибуты, существенные свойства, которые как раз и подтверждают наличие того самого, о чем мы говорим, если существенные свойства ему оказываются присущи. Так вот, образ и подобие Божие в человеке подсказывает нам апостол Павел в послании к филиппийцам, и его правильное понимание, «Ибо в вас, — пишет он, — должны быть те же чувства, никакие и в Иисусе Христе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил самого себя, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». Скажете, здесь наоборот, Бог принимает образ человека, но призывая нас следовать своему образу. Он принимает человеческую ограниченность во всем, приобщаясь к нашей природе, кроме греха. Мы же призваны увидеть в нем собственный образ, представленный в совершенстве. И мы с вами, думаю, не ошибемся, если назовем образом Божиим в человеке его призванность к жертвенной любви, к следованию за теми добродетелями, которые являют в себе во всей полноте Господь наш Иисус Христос. А вот что же такое подобие? А подобие мы называем, как правило, действия, которыми мы подражаем тому, кто делал так же, как мы. И делая нечто так, как он, мы и становимся подобными. Не по виду, а по способу нашего существования, по модусу нашего существования, слово, которое как раз и переводится, способ действования. Что присуще Богу в отношении его действований? Конечно, прежде всего, свобода. Свободная воля — это существеннейшее свойство, присущее Божеству. И, несомненно, человек, призванный быть совечным Богу, приобщиться к его божественному естеству, непременно должен иметь, так же, как и Бог, свободу выбора. В некоторых учебниках говорится о том, что образ — это то, что человек от Бога получил, а подобие — это то, что он призван еще приумножить и с чем определиться благодаря собственной воле. Но получается, что все равно подобие — это как раз возможность следовать собственному выбору. Не по принуждению, не как действует окружающий нас животный мир, который существует по законам инстинктов, заложенных в его природу и не поддающихся обсуждению со стороны внутреннего существа, всякого зверька. Он действует, как ему положено на роду действовать. А вот человек, в отличие от всякого зверя, имеет нравственный выбор, свободу. И в этом он имеет подобие Божье, и это может сделать его, если он захочет, и причастным к божественному естеству. Таким образом, образ и подобие Божие — это наша призванность по самому своему устроению к нравственному совершенству, которое мы именуем жертвенной любовью. И мы в этом выборе свободны. Мы произвольно, и этого ждет от нас Господь, добровольного к Нему обращения, для чего мы и оснащены подобием Божьим по нашей человеческой жизни.